Одна из загадок, она меня очень волнует, всегда волнует, чуть-чуть расширяю и напоминаю Много новых слушателей будет в связи с переходом в Яндекс, с захватом Яндекса Вот, Акимов, Александр Алексеевич, тот самый минусинец, который подарил мне 20 сеансов персика, так какого надежного Вот он же мне подарил два саженца, вот это игрушек, и сказал, слащи не бывает Оба саженца были привиты высоко, я его даже пытался, я же авторитет, привык к Амрану, таким вот образом Ну что, смотрите, что же, просто такой высоте приводит Он говорит, нет, все приводят, вот его ответ, и я такой, то есть классическое образование Вот, и этот саженец погиб, пожил, пожил, погиб, он не развивался совершенно Он высоко привит, вот это место не для прививки Оно появляется чуть ли не в сентябре, понимаете Вот, это неразвитая часть Вот, я написал, почему, минусинца послал Бог, почему Второе дерево было чуть-чуть короче И оно дошло до плодоношения Леонид Александровна не даст собрать, плоды есть невозможно Так, я смотрю на эти круглые плоды с подозрением Каждый раз, когда я выращиваю, а часто было как? Нет сорта, но говорят, слаще не бывает Вот, и тогда я понял, существует целый класс Сибирских, подчеркиваю, груш У которых в крови бродят именно манжурсы То есть уссурийсы, как самые морозостойкие Вот, и если, может быть, в том поколении, когда они хотя бы 50 на 50 скрещиваются Вот, они, по крайней мере, достаточно вкусные И он мне привез от души, не то, что посунул какую-нибудь треть Вот так Но, они оказались несъедобны У меня родились две версии Первая, уже гены уссурийских груш уже были в нем Он же привез саженец, веточку выживлял сам Уже были И я привил им еще на уссурийскую грушу два И, что может быть имеет огромное значение Когда-то я интуитивно Нет, почему? Я на разной высоте привел Я пришел к мнению, а потом доказал это Что только привитая в корневую шейку Или чуть-чуть, почти в корневую шейку Самая надежная в мире С максимально сохраненными вкусовыми качествами Нам надо, чтобы дикарь дал морозостойкость Так А он или отвергнет, значит будет прививка сразу Или потом умрет Так Или И рад бы одичать А ему нет материала для одичания А здесь, смотрите Мне кажется, что если бы он это засаженец Как я привил бы вот тут Я попытался переубедить, но не переубедил Он так и уехал Он правда уехал с двумя моими пёдрами абрикосов Крупный, помните, я вам показывал фотографию Его лицо, его на кончиках сидел Рядом с двумя моими пёдрами абрикосов Это был мой подарок, ответный У него что интереса, персики плодозустили А абрикосов нету До того смешно было Это как, знаете, как Персики, это как чудо Сто двести килограмм получал Потом погибли, но это уже другой разговор Ну, сто двадцать абрикосов нет Ну, вот, надо же такое Я всю жизнь считал, господи Выращивал персики Вот, как есть поговорка Увидеть Париж, умереть Я также увижу свои персики на дереве плоды и умереть Оказалось, что у него персики, абрикосов нет У меня абрикосов девать некуда, а персиков нет Вот так в жизни бывает И так получилось, что Получилось, что эту тему надо продолжать в институтах Елена Александровна Понимаю Вот, убедите вы когда-нибудь свое начальство Что нужно лет сто, двести, семь И прививать на разной высоте Вот И сравнивать, что у вас лаборатория есть Есть Вот В общем, надо это доводить до вас С помощью массовых прививок Доведения до полуношения И тогда сказать Всей планете Всей России Прививайте по железу у земли Я этот ответ заранее знаю Но я же не авторитет для вашего вносящения Да, Лен Санна? А это очень важный случай Нужны специсследования Так Вот А вот эти Напоминают Это мой как бы Узелок на память Появляется в журнале Ну, жаль, не сохранил Может, она где-то в архиве лежит Вот человек Нарисовал Нет Это не то слово Сфотографировал Несколько Грушевых деревьев Плодами Все нормально И Статья рассказывает Как он это делал На что провел Замечательная статья В конце что написано А Сибирский садовод железа Прямо вот так и написано Валерий Константинович Вот Утверждает Что привать надо у земли А я с этим категорически не согласен Видите как Он не обязан не верить И он прива его так же на высоте Ведь здесь же Он мне Александр Алексеевич привез саженец Через три года Он заплодоносил Значит можно тут привать Можно Ну подумаешь Несъедобное А я хочу знать Вот здесь бы он привил Были бы они несъедобные Но все-таки были бы сладкие Как у была обещана Вот это Надо привать Тут И тут Тут И тут Через саженец Тут и тут И так Слух 100-200 И дать Однажды ответ Всей стране Потому что я уверен Как Если Обратиться К науке К сожалению А я тоже не дурак Я не противостоянию Науке Я просто еще лучше Варианты 30 сантиметров Битого в башку В миллионах садоводов Вы думаете Да Александр Алексеевич Умнейший человек Даже мыслив Не допускал Привать ниже Чего здесь Вот И тогда Отказ от высоких Привок Должен стать официальным Ясно?